Так, дорогие друзья, все, доброе утро, извиняюсь за опоздание, мы сегодня молились чуть дольше, чем обычно, уже начали. Так, ну что, всем привет, кто еще не ушел, кто еще не ушел, а молока есть чуть-чуть? Да, да, да. Кто не ушел, давайте-ка собираемся, есть кто-то вообще на урок кто-то приходит? Так, все, два человека у нас уже в эфире, кто у нас в эфире? Давайте по шесть уже человек в эфире. Все, давайте, все собираемся, Эйтан здесь, все, верстит чуть-чуть, спасибо. Да, Дерасима Ирина, здравствуйте, все, здравствуйте, привет, Лилия Берман и мы, Альбина, с добрым утром. И мы начинаем наш традиционный урок, урок по книге Мишли, по книге притчи царя Соломона. Двигаемся мы к ее завершению активно, да, уже перешли экватор. И, значит, сегодня мы приближаемся уже к Йом-Кипуру, осталось пару дней до Йом-Кипура. Типура, значит, это день, который вообще день искупления переводится, да, Типур, день искупления. И очень важно, чтобы вот то, что я сегодня понял, да, ну вообще это все как в жизни. То есть можно разбираться в своих каких-то грехах, ошибках, там, заниматься психоанализом, а почему вот я там не там родился, не так меня воспитали. А можно все это прошлое оставить в прошлом и сказать, что это вообще был не я, это был Маугли, да, просто тот человек, который жил до сегодняшнего момента, это Маугли. А с сегодняшнего момента, как раз Йом-Кипура, это лучшее время для этого, перейти на передний привод, перейти на, что я божественная душа, да, так как божественная душа, это часть Бога, да, и я по-настоящему, это вот этот вот чистый, светлый, вообще даже человеком сложно назвать, да, ангел практически. И вот попросить у Бога прямо, чтобы все, ну все вообще, как бы, следующий этап в жизни, он шел не потому, что я родился там-то и воспитали меня так-то, а для того, чтобы я, как тот, кто себя осознает, перецепился вот именно к своей высшей части, к своей душе и перешел на следующий уровень. Вот это, мне кажется, это такая, нет, шува, шува, как есть, есть шува, это раскаяние, да, раскаяние в греках, а есть слово шува, это лякзор бы шува, вернуться к шуве, это как кнопка Reset, есть такая кнопка, вернуться к заводским установкам, то есть сбросить все настройки. Есть в любом приборе, есть кнопочка такая, сбросить все настройки и вернуться к изначально чистым, светлым настройкам, да. Вот это то, что можно сделать в Йом-Типур и перейти на передний привод. А сейчас мы изучаем, как бы, программное обеспечение для святого человека, то есть Мишли, притчи, в самом начале, если мы вспомним, царь Соломон нам сказал, для чего мы изучаем притчи, притчи, да, вот эти вот, он сказал, чтобы это, я, говорит, всю эту книгу написал, дать наивным, значит, понимание вообще, да, Ренар, да, Тумазима, то есть он для каждого дал программное обеспечение, то есть здесь есть именно подход к жизни, структура жизни самого вот человека, который получил это от Бога, да, и вот мы это изучаем, одно дело изучить, понять, другое дело внедрить в себя, чтобы внедрить в себя это, опять же, здесь же написано, как внедрить, написано, нужно записать эти слова на скрижалях своего сердца, завязать на свое горло, и нужно, чтобы Тора, да, вот это знание, именно оно впечаталось в вот этот вот мыслительный, огромный процесс, и чтобы именно оно рулило мышлением. Теперь, и что будет тогда, опять присоединим к прошлому уроку, мы закончили на седьмом отрывке, что если Богу будут желаны пути человека, так он даже врагов с ним помирит, то есть даже враги, они с ним войдут в шалом и помирятся с ним, это то, то есть если ты с Богом, так тебе вообще ничего тогда не страшного. Теперь дальше, восьмой отрывок. Говорит нам царь Соломон, значит, эта линия тоже, она проходит через все Мишли, вот мы учили, недавно был такой отрывок, что, значит, выкорчевывает свой дом тот, кто гонится за наживой, алчный человек, который гонится за наживой, он как бы выкорчевывает свой дом, то есть тот, кто ненавидит подарки, будет жив, то есть тот, кто независим ни от кого, от людей, от подарков, от всего, будет жить. А здесь он говорит, лучше немного человеку, то есть лучше немного человеку по справедливости, когда он зарабатывает честным трудом, пускай это немного, но это его деньги, которые он заработал, чем много урожая, бломишь пад, чем много урожая, которое пришло не по закону, то есть я очень сталкивался много раз, я стараюсь, например, платить все налоги, то есть я стараюсь платить все налоги, оно выходит дороже вроде бы, да, но честно, я много раз сталкивался, люди, которые там выкруживают, выходят, там экономят в плане налогов, да, обналичивают, там еще что-то делают, и потом в какой-то момент они теряют, то есть они теряют, или, например, в Израиль перевели деньги, а там банки, бак закрыли в какое-то время всех, которые из бывшего Советского Союза, и говорят, расскажите, откуда вы их знали, взяли эти деньги, если человек платил налоги, он показывает, говорит, вот заработал, заплатил, если же он эти деньги выкруживал, у него нет документов никаких, он там сэкономил, сейчас он должен покупать все документы, то есть лучше немного бетсдака, это принцип жизни, да, то, что очень сильно человека от, прямо уводит его от служения Богу, это стремление к наживе, стремление к заработку, не просто к заработку, да, когда ты хочешь необходимое себе, а когда ты хочешь сверх необходимого, и не останавливайся, да, это не насыщаешься, деньгами нельзя насытиться, то есть хочешь 100, тебе нужно 200, хочешь 200, тебе нужно 400, имеешь 200, тебе нужно 400, проверено, проверено, да, то есть у меня как бы в этом есть большой опыт, стремление к деньгам, хорошо, значит, понятно, да, нам царь Соломон сказал, лучше немного, но по-честному, по справедливости, чем много, но блин, и шпат, и он много раз об этом говорит, есть еще, например, об этом он уже говорит, что лучше, лучше горсть одна, но бы нахат, когда тебе приятно, чем, чем целая охапка, но когда тебе бы амаль, в рут руах, ну, когда тебе плохо, это в Каэлете он пишет, да, понятно, теперь, и сказали еще мудрецы наши, добавим в пертьевод, сказали, что марбе не хасим, марбе да ага, умножаешь имущество, умножаешь заботу, то есть, как бы здесь все четко понятно, и сладок сон земледельца, много ли он поел, мало ли он поел, у него одна забота, одно дело, то есть лучше сфокусироваться, и не париться, девятый отрывок, девятый отрывок, сейчас, девятый отрывок, он говорит нам так, лево дам, ехо шеф дарко, ва шем ехин цаадо, значит, сердце человека, оно, обдумывать будет его путь, но Бог, подготовил его шаги, значит, здесь опять нам, царь Соломон показывает принцип Торы, один из главных принципов Торы, такой, дэрэк ше адам ротсэ ла лэхет, путь, по которому человек хочет идти, бам али химуто, по нему его и ведут, то есть, прямо дословно, этот принцип взят из Мишли, да, вот отсюда прямо, да, что человек, он обдумывает свои пути, он выбирает, он выбирает, он думает, у него есть огромная свобода выбора, то есть, невероятная, внутри человека свобода выбора, мне очень понравилась, есть еще одна фраза, которую, она была очень спорная, да, пока я не объяснил Раф Кэшин, значит, фраза такая, известная фраза, что нету вещи в мире, которые могут устоять перед рационом, перед желанием человека, как это нету вещи в мире, которые могут устоять перед желанием человека, есть полно вещей, человек хотел выздороветь, не выздоровел, человек хотел заработать миллион, не заработал, то есть, что-то не сходится, но раз мудрецы сказали, это правда, так объясняет Раф Кэшин, Да, я слышал это от него. Нет вещи в мире, которая может устоять перед желанием человека, внутри человека. Что имеется в виду? Желание человека, он может захотеть стать слоном, например. То есть кто ему может помешать захотеть стать слоном? То есть он может и не стать слоном. Но захотеть стать слоном он может. И захотеть стать мухой может. И захотеть полететь в космос может. И как у меня это сейчас любимый пример, я ее везде привожу. Одна девушка пришла ко мне на тренинг когда-то, Татьяна Яловчак. И она на тренинге захотела подняться на Эверест. Она сидела и думала. У нее тогда разбомбило в Донецке дом. Дом был возле аэропорта. И она осталась без дома. Как бы вынуждена была начать новую жизнь. И она такая пришла ко мне на тренинг и сидит и думает, что мне захотеть. Захотеть мне, ну все что угодно она могла захотеть. То есть она как бы начинала сначала. И она захотела подняться на Эверест. А дальше, здесь написано, смотрите как, девятый отрывок. Лев Адам Ехашев Дарко. Сердце человека внутри. Он думает, думает, думает. И он оп, выбирает какой-то путь, направление. А дальше что? Ваашем Яхин Садо. А Бог подготовит его шаги. Шаги уже действия, это от Бога. Все, что в этом материальном мире, это уже от Бога. То есть то, что вышло в мир действий, это уже этому всему дал существование Бог. То, что еще не вышло в мир действий, здесь у человека есть возможность, любая возможность участвовать в сотворении этого мира. Понятно. Дальше. Дальше, десятый отрывок. Вот, десятый отрывок, он мне был непонятен. Вообще был мне непонятен. Очень тяжело было в нем разобраться, да? Значит, на иврите он звучит так. Значит, дословно это волшебство. Кесом это как колдовство, волшебство. На устах царя. Бемешпад ло ималь пив. И в суде не обманет, не предаст его род. Как понять, какое вообще волшебство на устах царя, да? Ну, как это понять? На английском. There is magic on the lips of the king. То же самое. Мадия на губах царя, короля даже у них так написано. He cannot err in judgment. Он не может err, это error, как бы ошибиться, да. He cannot err in judgment. Непонятно. Значит, это непонятно без предыдущего отрывка. И еще это непонятно без того, чтобы знать, что лев, сердца царей, они у кого? В руках у Бога. То есть, если еще один человек, он может про себя подумать, ну, какое Богу до меня дело, пойду я сейчас в магазин, или не пойду я сейчас в магазин. Какое Богу до меня дело, сделаю я зарядку сегодня, или не сделаю. То есть, обычный человек, это ошибочная мысль. Богу есть дело до всего, потому что он внутри всего. То есть, нет такого, что Бог снаружи высматривает кого-то. Бог внутри у каждого из нас. И когда человек думает, действует, все, вся эта сила, все это мироздание, это Бог. Это как бы, нет без Бога вот этого всего движения. И любой человек, его сердце в руках Бога, но цари, тут уже нет в этом сомнения, потому что, так как цари, это целые страны, это, ну, это от них зависит, от решения каждого царя, зависит судьба миллионов людей, миллиардов людей. Сейчас, например, Трамп и Путин, да, два человека с совершенно непонятной судьбой вообще, да. Один бывший подполковник ФСБ, но он же не всегда был подполковник, самист-зюдоист, вырос в коммуналке, потом работал там чуть ли не охранником у мэра Питера, потом ФСБ, школа ФСБ, там работал где-то в Германии, там, сям, то есть был обычный человек, который прошел вот такую вот жизнь, да. А сейчас он, он, у него армия, знаете, сколько ракет у него атомных есть, да, ядерных, с ядерными боеголовками в России, сколько есть ракет? Восемь тысяч. Он весь мир может уничтожить в три секунды, вот, вот, в три секунды, да. Ему вот представьте, ему сейчас, не дай бог, врачи скажут, знаете что, вам, значит, жить осталось там пару месяцев, какой-нибудь рак поджелудочной железы. И он сидит и думает, ну что, значит, если мне умирать, так может и всем умирать, но может же такое быть, да. И он, значит, берет, обостряет, обостряет ситуацию, потом бах, нажал на все кнопочки, и нету мира. Не может так быть. Так быть не может. Почему? Потому что сердца царей, царей, ну, он как бы сейчас, статус у него как царь, да, который может своим приказом уничтожать, начинать войну, убивать, прощать, там, и так далее. И Трамп точно такой же, полный неадекват вообще, ну, то есть человек, который тоже прожил другую жизнь, он там бизнесмен, который много раз банкротился, он все время шел на обострение, там деньги занял, здесь деньги занял, зачем деньги занял, миллиарды у него долги были, да, несколько банкротств, все, то есть он такой, значит, я самый крутой в мире, вот он хотел всем доказать, что он самый крутой в мире, а сейчас ему же уже, ну, дальше же надо продолжать доказывать, если он всю жизнь доказывал, что он самый крутой в мире, он же не может остановиться уже, да, и вот два таких человека, они сейчас решают судьбы мира, а китайский лидер, который в этом году признан самым влиятельным человеком в мире, не Путин, не Трамп, а китайский лидер вообще рос в голоде, там, вообще, я про него читал, просто вообще, ну, они же вот это вот, ну, Китай вообще непонятная страна, и он, он рос в пещере, вот реально, человек жил в пещере, работал в колхозе, день и ночь они работали в колхозе, у них не было, ну, голодали, чашка риса, там, на неделю, и он, это вся его молодость так прошла, и он вообще непонятный, и он сейчас уже много лет во власти в Китае, и он сейчас сделал так, что ему власть пожизненна, как бы, да, то есть, они там изменили, вообще непонятно, что за человек, да, у него полтора миллиарда, тоже, там, пять тысяч атомных ракет, технологии, там, ну, страшная сила, мы должны быть спокойны, значит, цари в руках у Бога, теперь дальше, а как же мэджик у него на устах, на устах царя, значит, когда человек хочет понять, что, то есть, понятно, что в этих царях божественная воля и божественное управление мира проявляется очень сильно, и поэтому, когда сидят все и думают, так, что же он скажет, это Трамп, например, да, сидят и слушают, что же он скажет, это Трамп, и как магия на его устав, потому что то, что Трамп говорит на сегодня, это как магия, она меняет мир, то есть, его слова, его, его, на сегодняшний день, любое его слово, утверждение, оно сразу же все высматривает, все средства массовой информации, Трамп сказал так, Трамп сказал так, слово его вот это вот, значит, вот так, а что он имел в виду, когда так сказал, там, маленький злобный карлик, назвал он Тим Чин этого, ну, корейского лидера, а корейский лидер начал разоружаться, потому что он понял, если он меня назвал маленьким карликом, то все, это магия, да, почему Корея Северная вдруг начала разоружаться, там, и все, почему, потому что магия на устав у Трампа, понятно, да, теперь, было, he cannot err in judgment, он не может ошибиться в суде, потому что, когда он судит, он и есть суд, то есть, это не может быть, то есть, это через него Бог устанавливает суд, это суд не его, это суд Бога, то есть, его решение, оно одобрено тем, кто его поставил царем, понятно, поэтому не может быть ошибки в его суде, то, что уже идет, ну, то есть, Бог может допустить, что какое-то действие, которое неизвестно людям, да, оно, ну, какое-то там скрытое, можно там что-то менять, но это, это мир Бога, в нем есть ключевые элементы, сейчас, три ключевых персонажа, Трамп, Путин и китайский лидер, там, какой-то, не помню, как его зовут, да, и, значит, все, то есть, они на виду всего мира, то, что они делают, это все одобрено Богом, как было в Торе, когда фараон, да, и ожесточил Бог сердца фараона, фараон хотел одно, Бог ему вставлял в уста другое, то есть, он рулил фараоном, как марионеткой, для чего? Для проявления своей власти, вот сейчас Бог рулит Трампом, Путиным и китайским лидером, как марионетками, да, это три марионетки такие, но в руках, кто скрывается за маской вселенной, да, Бог, то есть, это марионетки, через них мы видим божественное управление миром, поэтому я читаю всегда новости российские, украинские, американские, и сейчас начну китайские читать, если найду китайские сайты, кто-то знает китайские сайты на русском языке, наверняка есть, ну, на английском точно есть, да, где они официально сообщают о своих новостях. Ну, и следующий, одиннадцатый отрывок, то же самое, он продолжает эту мысль, что пэлэс умазны мишпад ляшем, что вот пэлэс это прибор, который выравнивает, как же это называется? Уровень, да, уровень, пэлэс называется уровень, то есть, уровень устанавливает уровень, и весы суда, они для Бога, это остается все, как бы, для Бога, в общем, все это, все это его работа, весь этот мир, это его работа, и если мы скажем, что все здесь несправедливо, и все здесь случайно, то это уже, это так может сказать только человек неверующий, потому что верующий человек, он понимает, что все от Бога. И есть известная история, которая мне очень нравится, вот в Талмуде написано, что, а, давайте сейчас, еще секундочку, вот я, эти истории, просто для меня они две, самые перед Рошаш, была уже Рошашна перед Йом-Кипуром, то есть, они показывают, как идет суд. Первое, это, я ее рассказывал уже много раз, еще раз расскажу, кто не слышал, а кто слышал, еще раз повторим, повторение мать учения. Раби Иуда, у него скисло, он был глава мудрецов в Вавилоне, у него скисло четыре стабачонка вина, рассказывает Талмуд. И, значит, ему мудрецы говорят, ифашфешбамасаб, написано, что если на человека пришли страдания, человек должен проверить свои дела. Он говорит, я проверил свои дела, я чистый, нет у меня никаких грехов, нету. Они говорят, а ты что думаешь, что судья праведный, он делает суд без вины? Он говорит, я проверил свои дела, я знаю, что я чистый, просмотрел все свои дела, все, чистые. Они говорят, и он им говорит, мудрецам, если вы что-то знаете про меня, скажите мне, потому что, ну, я не вижу за собой вины. Они говорят ему, у тебя был арендатор, арендатор, которому ты не доплатил, и поэтому у тебя сейчас скисло вино. Он говорит, я ему не доплатил, он у меня украл больше, чем я ему не доплатил. Я у него просто забрал какую-то там лозу, а он у меня воровал, украл много урожая. Он должен был часть урожая отдавать рабе Иуде, как хозяину поля, а он не отдавал. А они, мудрецы, говорят, украл у вора, все равно вкус кражи почувствовал. И он понял свою ошибку, что тот у него грабил, он должен был через суд идти ему и сказать, ты мне должен, значит, если суд решит, пускай суд у него и забирает. Но если ты идешь и грабишь у него, он же забрал у него не то, что тот у него забрал, он забрал у него другое, он забрал у него виноградную лозу, да, другое. То есть это уже грабеж. Ты забрал у него другое, значит, он за свое получит, ты за свое получишь. Теперь вторая история, это история, сколько получишь, вот вопрос. Когда к царю Давиду, у царя Давида была сложная история, он сам попросил себе испытания, Бог ему послал очень сложное испытание, он в этом испытании пытался пройти, но, в общем, там очень было все сложно. И он, в общем, с какой-то точки зрения получилось, что он согрешил. Ему Бог присылает пророка, пророк Натан, и он к нему приходит и говорит, есть к тебе от Бога пророчество. Значит, была такая история, у одного богатого человека было много овец, у бедного была одна овца, и этот богатый человек к нему пришел гость. Кстати, тут в этой истории каждая деталь, можно из нее учить законы, как все работает. Пришел к нему гость, и этот богатый, чтобы выполнить заповедь гостеприимства, да, встретить гостя, это заповедь, но он пошел и украл одну овечку у этого бедного. И он украл эту овечку у бедного, забрал ее, и ее, значит, зарезал, принял того очень красиво, сделали шашлыки, все. Все, и этот пророк Натан говорит царю Давиду, что в этой ситуации надо делать? Тот, значит, говорит, ну как, по торе, понятно, за овцу он должен в четыре раза отдать, за украденную и приготовленную овцу он должен вернуть в четыре раза этому бедному, да? Это как бы по торе официальное наказание, и можно было бы взять четыре овцы и отдать. У того было, ну то есть было бы, на этом бы все остановилось. Но, говорит, я своей царской властью, я приказываю, я считаю, что этого богатого надо убить, казнить его надо. Хотя, ну, за это нет казни по торе, но у царя есть возможность вершить суд. И он говорит, я считаю, что его надо казнить. Пророк Натан говорит, это ты, это сейчас ты себе сделал приговор, говорит. Потому что ты и показал тот поступок, который сделал царь Давид по отношению, ну, в той истории, где он проходил испытания. Это был похожий поступок, да? И он говорит, но ты только что сделал себе приговор, все. И, значит, это касается каждого из нас. То есть, когда мы судим других людей, то мы должны знать, что мы очень, не очень часто, а мы по факту, мы внутри себя создаем, включаем вот эту вот меру суда или меру милосердия. Если мы включаем меру суда внутри, то потом эта же мера суда, она идет на каждого из нас. Поэтому надо включать меру милосердия. И вот мы сейчас учили, как раз перед Йом-Кипуром, любая честная рэба, он был прямо, он очень сильно включал меру милосердия. Он прямо был за каждого, все. И он, там есть интересно, ну, в общем, смысл в том, что Йом-Кипур, есть спор. Или он искупает все грехи только с чувой, или написано, что он искупает грехи даже без раскаяния. Да, и он, хотя закон, что только надо раскаяться, обязательно в Йом-Кипур надо раскаяться, тогда этот день он искупает грехи. Но есть там мнение, рабе Иуда Анаси как раз, он говорил, что даже без шувы искупает этот Йом. И рэба, он доказывал, прямо доказывал, что да, искупает, объяснял, что он хотел, чтобы этот день искупил всем грехи. И он, как бы, был защитник, как, знаете, есть прокурор и защитник. И он, как защитник, он прямо за всех выступал. В общем, друзья, давайте быть защитниками для других. Давайте быть не мера суда, да, не мера строгости, а именно с пониманием относиться к тому, что все люди в душе добрые, хотят добра. Все люди, как бы, есть внутри вот эта вот божественная искра, но она очень часто спрятана глубоко-глубоко. И когда я, как бы, другого начинаю, ну, как бы, жестко судить, да, Бог с ним разберется. У Бога он рулит миром. Интересно, у меня есть два таких, ну, как бы, было два конфликта, да, из которых я из обоих вышел. То есть я с одним человеком чуть конфликтовал когда-то давным-давно и с другим. И это два таких конфликтных, а я просто вышел и сказал, я не хочу с вами конфликтовать. И сейчас они друг с другом зацепились, у них война не на жизнь, а на смерть. Я просто это наблюдаю. Прошло много лет. Я наблюдаю, как они сейчас два таких конфликтных хотели со мной конфликтовать. Они, ну, тогда друг друга еще даже вообще не знали. И они, значит, оба на меня хотели конфликтовать, я вышел из этого конфликта. И сейчас они познакомились, и они прямо вообще зацепились так, что капец. То есть все в этом мире возвращается. Надо знать, у мира есть хозяин. И каждый должен отвечать за себя внутри и стараться быть максимально хорошим, добрым, честным. И не суди другим строго. И Бог нам тогда всем даст хороший год. Я вам желаю, чтобы Бог всем дал хороший год, год полной радости, здоровья, счастья, достатка, чтобы было, как мы сегодня учили, достаток, чтобы был, да. Лучше немного быть в зака по справедливости, чем много блимишпад, ну, то есть нечестно. Все, значит, напишите свои выводы, свои выводы напишите, пожалуйста, внизу. Потому что если вы выводы не сделали, то тогда урок пролетает мимо, как облачко, и все. А если вы из него вытащили выводы, их сформулировали, эти выводы начали каким-то образом обдумать, наполнили их своей силой, своей энергией, да, рассказывая другим, напечатав их и так далее, то выводы отсюда будут вас вести туда, куда царь Соломон хотел нас вести, к Богу, к свету, к добру, к удаче, к счастью. Все, всем пока, жду ваши выводы. Кто выводы не делает, все, будем отключать эту уроку. Баник. Да, все, пока.